Добрый день. Рад вас всех видеть. Это уже 16-е мероприятие, на самом деле, которое мы проводим здесь, но такой масштаб мы достигли впервые. Мы впервые проводим это мероприятие 1 сентября, и мы впервые разворачиваем его сразу на два зала, чему я очень рад. И очень рад представить сегодня первый доклад. На самом деле это тоже происходит впервые. Я вот что-то так и не смог вспомнить за 16 мероприятий. Мне кажется, я ни разу еще не выступал. Я был ведущим, организатором. Я как бы… Но в роли докладчика мне как-то еще не приходилось выступать, я поэтому немножко волнуюсь. Хотя, в общем, имею достаточно большой спекерский опыт, но как бы на своем собственном мероприятии, на нашем мероприятии, вот я впервые. Это такая для меня тоже… Первый раз первый класс. Сегодня я буду вам рассказывать про психотипирование пользователей социальных сетей. Ну, на самом деле психотипирование вообще, в принципе, пользователей интернета, просто социальные сети здесь идут как бы такой точкой, на которой сборы и получение основной информации. Ну, и в том числе используются данные для построения моделей. На самом деле хотелось бы начать с того, чтобы рассказать вообще, зачем это нам нужно, как мы вообще пришли к этой идее, к этой задаче. Вот. Задача на нас как-то на самом деле свалилась сама собой. И после… Ну, наверное, уже год прошел после событий, когда вдруг все… Очень много поднялось шумихи, там, благодаря публикациям того же Козинского, после там известных событий в Соединенных Штатах, когда оказалось, что рекламу или какие-то там взаимодействия с аудиторией, взаимодействия с электоратом можно не только через телевидение, как это привыкли делать, так и благодаря социальным сетям, благодаря интернету. И самое приятное в этом то, что можно делать достаточно точные, недоперсонализированные коммуникации, и они действительно очень хорошо работают. Но, тем не менее, как бы психотипирование его придумал не Козинский, его придумали не в прошлом году. Это все очень-очень старая, очень древняя наука. И на самом деле очень широко используемое в разных отраслях. Возможно, многие из вас заполняли какие-то анкеты во время аттестации на работе. Вы наверняка заполняли анкеты в каких-то военкоматах, если кому-то из вас доводилось доходить. Вы заполняли анкеты в школе. Вы могли заполнять еще где-то анкеты. И все на самом деле сводится к тому, что вас просят заполнить анкету, рассказать что-то, посмотреть на вашу реакцию. Часто это как бы способ измерить какое-то ваше знание. Но очень часто это не только измерение знаний, но это еще измерение вашей реакции на то или иное воздействие и попытку определить, кто вы и для чего вы больше всего подходите, для какой роли. Первый слайд у меня был про тем, про то, из чего будет состоять доклад. Я вам, собственно, рассказал, зачем и кому это нужно. Немножко я расскажу про историю развития. И, по крайней мере, про то, что я смог узнать за последние несколько месяцев, пока я этим плотно занимался, потому что я, в принципе, не суперспециалист в этой области. Дальше я вам расскажу о том, какие модели мы для себя выбрали психотипирование и почему, и как мы все это сделали в реальности, как мы обрабатывали, как мы собирали, обрабатывали информацию, что у нас из этого получилось, какие-то реальные практические кейсы. Ну и, может быть, расскажу, если останется время, про какие-то планы, что мы из этого всего хотим дальше делать. Вот, собственно, этот слайд я вам уже рассказал. И я хотел бы начать историю психотипирования вот с этого человека, Юнг. Он еще в позапрошлом веке занимался этим вопросом. В принципе, считает его родоначальником всей этой темы. И если вы когда-нибудь будете так или иначе связаны с различными методологиями психотипирования, какую бы вы ни открыли методологию, все отсылки идут к Юнгу. Это вот, ну просто, если вы, опять же, захотите создать свою собственную какую-то методологию и придать ей какой-то вес, то вы должны написать, что вот все идет от Юнга. На самом деле я пытался читать Юнга, не обладая гуманитарным образованием, хотя, в общем-то, как и многие из вас, мне приходилось быть ознакомленным и даже задавать философию. Тем не менее, я ничего не понял. Потому что это совершенно какой-то другой космос. Чувак занимался какими-то совершенно абстрактными вещами, говорил о том, что человеку все донос буквально свыше, пытался предсказывать сновидения, пытался как-то вот найти что-то, что действительно там разделяет как-то людей. Но что действительно он сделал, и это очень интересно, это действительно легло в дальнейшей методологии, он как бы определил какой-то вектор, ну условно, или обозначил, так сказать, вектор признаков, которые могли бы характеризовать человека, по крайней мере, существование этого вектора различных признаков, каждый из которых является как бы представлением двух противоположностей. И то, что все люди так или иначе, их можно разбить на какие-то сегменты. То есть они подвигаются такой классификации. Вот, собственно, это единственное, что я понял, полезного есть у Юнга. Просто все остальное я действительно не понял. И вот, собственно, весь этот космос, не имея на самом деле, как и я, социологического или гуманитарного образования, но, наверное, очень такая въедливая барышня Майрис Брикс, точнее там даже две барышни, в 40-х годах, проанализировав все его работы, прочитав все его статьи, решила очень-очень практическую задачу. Прям вот то, о том, о чем я рассказывал в втором слайде, о применении. Шла война, заказ был оборонный, нужно было сделать анкетирование, условно говоря, личного состава, анкетирование людей для того, чтобы, ну, у военных все очень цинично, для того, чтобы максимально эффективно использовать личный состав. Она, ну, перелопатила там огромное количество материалов и предложила некую анкету на основании, опять же, работ Юнга, где, наверное, удалось больше понять, чем мне. Вот. И, собственно, нам предложила некий вектор признаков человека, и он выглядит, с моей точки зрения, достаточно более понятным и для восприятия. А самое главное, что она сделала анкету, очень доступную, ну, как бы с счисляемым количеством вопросов. Не нужно было предсказывать сны, не нужно было там еще что-то, там как-то делать какие-то личные интервью и смотреть на реакцию человека, когда ему стучат, там, не знаю, молотком по ноге. Вот. Просто нужно было посадить человека, он заполняет анкету, и после этого, как бы, на основании этих вопросов достаточно небольшого количества принималось, соответственно, решение, к какому типу человек относится. Собственно, этот вектор представлял из себя неких четыре признака, каждый из которых, как вот по Юнгу, есть некая противоположность. При этом в методике MBTI утверждалось, опять же, базируясь на исследованиях Юнга, я так понимаю, что все это, все, каждое отношение человека к тому или иному, в ту или иную сторону, оно есть некая предрасположенность врожденная. И уже дальнейшее развитие методологии MBTI, она на этом базируется, что мы такими родились. Нам это дано там свыше от природы, от там гена или так далее. И мы можем притворяться, будучи интровертами, как я, экстравертами. Мы можем пытаться себя в себе что-то изменить, но предрасположенность у нас вот такая. Соответственно, по понятной причине, из этих четырех признаков биполярных получается 16 различных сегментов. Каждый из этих сегментов обозначается аббревиатурой. Ну, каждая аббревиатура, понятно, берется из названия. И уже дальше эти сегменты также могут объединяться в какие-то группы. При этом я там много разных вариантов видел объединения. Холерики, сангвеники. Все это на самом деле отсюда идет. Ну, здесь вот тоже привезен пример каких-то определенных групп. Ну, базовое это 16 сегментов. Дальше применение всего этого очень интересно. Как я уже говорил, в очень различных областях. Но популярность этой методологии привела к тому, что ее стали применять везде и где только можно. А самое интересное, что даже для этого никаких интервью уже делать не нужно было. Просто были какие-то понятные там описанные воздействия на человека и как он на это будет реагировать. Брались какие-то реальные жизненные ситуации. Смотрелось, как человек на их реагирует, как он выступает, как он говорит, как он себя ведет. И ему просто ставился штамп. Этот человек относится к такому сегменту. Вот. Я почти уверен, что все эти люди когда-нибудь, возможно, заполняли какие-нибудь танкеты, но я не думаю, что они делали это для того, чтобы сделать какое-то публичное из себя. Ну, вот стать пабликом каким-то и чтобы это всем было известно. Поэтому все это достаточно искусственно, но очень популярно и очень модно приписывать каким-то личностям какой-то тип. А самое интересное, это очень хорошо, когда вас тестируют, вы проходите какую-то анкету в интернете и вам говорят, вы такой-то президент или вы такая-то личность или вы такой-то человек. Доходит до смешного, вы такой-то герой сериала. В маркетинге очень популярно это используется. Вам нужно одеваться вот так. Вы должны там выглядеть этак. Все это, опять же, эти же 16 сегментов, вплоть до того, какой чай вы должны пить, если вы относитесь к этому сегменту. То есть это вот ваше, то есть то, что для вас должно быть естественно, и вот надо придерживаться именно этого. Какие минусы есть у этой методологии? Самое интересное, что как MBTI, так и другие методологии, построенные по схожей структуре, в Советском Союзе в 70-х годах была соционика. Родилась. Она была очень, тоже от Юнга, там прибалтийская барышня, все это разработала. Но мне вообще показалось, что это почти точная копия MBTI. Там были немножко отголоски, какие-то разницы в интерпретации. Плюс она доработала такую вещь, как отношение сегментов между собой. То есть на самом деле это очень круто, там для предсказания, кто на ком там должен жениться, кто с кем дружить, кто с кем там, скорее всего, вообще лучше близко не подходить. Чего нет в MBTI. Но какая здесь проблема? Это очень на самом деле грубая классификация людей. То есть все люди, по идее, делятся строго на 16 сегментов. И это на самом деле не так. Это очень плохо описывает личность человека. И профессиональные психологи, в принципе, на это именно и указывают. Ну плюс на самом деле вообще профессиональные психологи, они немножко другим занимаются. У них есть другие методологии, они называются клинические. И все это психотипирование, на самом деле, там используется исключительно в клинических случаях, когда там человек просто болен. Вот. Но действительно очень большое сомнение вызывает простое деление на 16 групп. Наверняка есть люди все-таки, которые не… возможно, даже они рождены интровертом, но тем не менее они находятся в каком-то положении. И это положение между полярными как бы категориями зависит и от ситуации, и от местонахождения, и от среды, и от желания. Возможно, даже от возраста. Хотя, опять же, в MBTI утверждается, что человек, вот каким родился, таким он всю жизнь не будет. И в связи с этим, собственно, возникло другое течение, которое попыталось описать человека более точно и менее категорично. И появились разработки Кэттелла. Есть 16-факторный опросник Кэттелла, очень известный, очень тоже популярный. И самое интересное, что кроме увеличения количества осей, там еще не строгая бинарная классификация экстраверт-этроверт, а есть некая шкала. И каждый человек получает вот такую диаграмму. То есть это уже как-то увеличение размерности и возможность дать какую-то более точную оценку человеку. Что еще интересное в разработках Кэттелла? В отличие от Юнга, который вообще где-то в космосе летал, и MBTI здесь применяется очень интересный математический подход к разработке самого опросника. Опросник не просто разрабатывают психологи, гуманитарии, подбирая какие-то термины и какие-то ситуации, обыгрывая в своем опросе, которые воздействуют на человека. А вопрос изначально составлялся на основании анализа 18 тысяч слов из Оксфордского словаря, прилагательных, которые были сгруппированы в, по-моему, 181 группу. Уже дальше потом были подключены эксперты, которые делали какую-то раскраску эмоциональную или еще какую-то окраску этих групп слов. То есть проходила очень серьезная лингвистическая структура. Есть такая наука, структурная лингвистика. Вот структурирование лингвистики происходило. Дальше опросы имеют методологию верификации точности опросов с использованием факторного анализа. Когда полученные анкеты на обучающие какой-то выборки, на людей, которые опрашивают, верифицируются за счет анализа влияния, то есть выделения каких-то компонентов. Но давайте я об этом позже расскажу, немножко перешагиваю. Так вот, на самом деле, вот анализ компонента, выделение компонент привел к тому, что 16-факторный кеттл оказался слишком большой размерности и в 60-е годы независимо друг от друга многие приверженцы этого направления, проводя различные исследования и применяя факторный анализ, пришли к тому, что на самом деле размерности 5. Вот, собственно, после этого возник Big Five. У Big Five есть много различных версий и обусловлено это в том числе тем, что так как я уже говорил, это некая лингвистика, то эта лингвистика очень сильно видоизменяется в зависимости от языка. И Big Five, его нужно адаптировать. Его нужно адаптировать под русский, его нужно адаптировать под китайский, под европейские языки, под какие-то даже, возможно, не языки, а определенные культуры. Вот, иногда появляется не Big Five, появляется Big Six, то есть еще шестой какой-то, шестая какая-то компонента вылезает в некоторых национальных версиях этого языка, этой методологии. Но вот методология, которая, одна из методологий, которая прижилась в России, разделяет на пять компонент, еще ее по первым буквам называют океан. Есть еще какое-то название, точно сейчас не помню. Есть как бы реальные практически статьи и практическое применение этой методологии. На самом деле вообще в принципе методологий очень много, и лексографических в том числе. Но я бы хотел здесь вернуться к теме того, что мы-то, в общем-то, не психологией занимались. Нам нужно было бы решить практическую задачу. Нам нужно было сегментировать пользователей интернета для того, чтобы сделать систему рекомендаций, улучшить как бы рекламный контент, делать какое-то предложение, опять же, тех же друзей и сообществ и так далее. И гонять, заставить людей ответить на огромный опросник для того, чтобы собрать 36 факторов, очень сложно. Понятно, что нам не интересны профессиональные тесты, потому что они очень сильно заточены под определенную специфику той или иной отрасли. Нам не интересны клинические тесты, потому что это вообще в принципе про больных. Мы пытались сделать опросник Кэттелла внедрить, но поняли, что 150, там разные версии, от 200, там в диапазоне 200 до 150 ответов заставить человека на это все ответить через интернет. Ну, в общем, нереально. Есть идея декомпозировать опрос и просто запускать его кусками. Но это очень дорого и трудоемко, чтобы возвращать человека на каждый кусок. Поэтому мы, собственно, остановились на двух методологиях. Это BigFive и MBTI, потому что есть адаптированные, во-первых, под русский язык версии, той же MBTI, там советская версия его соционика, она имеет очень большое распространение и очень много различных версий анкет. И, ну, вот есть несколько версий адаптированных под язык и небольших достаточно анкет BigFive. Ну, собственно, наш на самом деле выбор, вот лично мой выбор BigFive, хотя в практическом плоскости, в практическом применении MBTI более интересен, потому что его, условно говоря, легче продать. Потому что с BigFive непонятно, что делать. Ну, получаешь ты вектор признаков. И что? Все-таки давать конкретный, такой штампованный на пользователя результат, его делать проще. А, на самом деле, это вообще не про психологию, это животные африканские. Если вы начнете гуглить BigFive, вы обязательно на эту картинку нарветесь. Это 5 редких животных, это уже там про другое. Но мне просто картинка понравилась. Собственно, я сейчас дальше расскажу про BigFive, потому что он мне реально больше нравится. Почему он мне больше нравится? Потому что это не просто анкета, которую составили психологи. Это анкета, которая была верифицирована нормальным, понятным, не математическим способом. Мало того, этой анкете я могу верить, потому что я могу сам эту анкету создать, используя те механизмы факторного анализа, ну, или адаптировать, или как-то адаптировать именно под ту среду, в которой происходит сбор информации. В данном случае я хочу просто рассказать, как на самом деле это все происходит. Это опросник на примере опросников Chrome, который мы практически запустили. Это курганская разработка. 75 вопросов, как все это происходит. Есть 75 вопросов. Эти 75 вопросов суммируются в 25 первичных компонент. На самом деле вот эти 25 первичных компонент, это там очень похоже на Кэттелла, это действительно уже какие-то психотипы. Дальше эти 25 первичных компонент тоже уже поддаются какому-то факторному анализу. Они должны показывать сопоставление с какими-то выделенными компонентами. 5 факторов. Это уже как бы суммирование 25. Дальше ты получаешь результат в диапазоне, ну так формула подстроена от 15 до 75. Понятно, что мы потом этот результат при применении модели нормировали от 0 до 1. Ну вот так, чтобы понимать как бы разброс диапазоны. 5 как бы биполярных утверждений про человека. Как бы 5 факторов, 5 векторов. По сути получается, что сделав один опросник, вы должны построить 5 моделей на каждый фактор. Мы в MBTI, кстати, пытались строить модели на отдельные факторы, пытались строить модели на сегменты, на сегменты не получается, на факторы хорошо. Вот прямо делать сразу же классификацию на 16 сегментов получается плохо. Здесь этого вообще не надо делать. Здесь все честно. Дальше человек отвечает на вопросы. Соответственно, ему даются два варианта. И он должен ответить, показать, какому варианту он больше имеет предпочтение. Там к левому или к правому. Там, опять же, в отличие от MBTI, там меньше вариаций. И вопрос утверждения от ноты по отношению к одному утверждению должен сделать какое-то сообщение, ответ. Дальше, как я уже говорил, факторная структура опросников. Вы, получив опросник, это еще не все. Вы должны еще проверить, что этот опросник действительно работает. И, возможно, это стоит делать. Вначале сделать какую-то предварительную выборку пользователей, проверить опросник, а потом уже этот опросник менять. Мы, к сожалению, у нас не было возможности модифицировать опросник. Мало того, у нас просто не было таких компетенций. Поэтому мы на первом этапе просто взяли существующий курганский опросник и прогнали его таким, как он есть. Получили вот такое распределение соответствия компонент и факторам. Как это происходит? У вас есть опросник. В данном случае мы собрали 200 тысяч ответов. Надо сказать, что ту публикацию, на основании которой мы все это сделали, а при валидации результатов автор использовал 200 ответов студентов. Мы использовали 200 тысяч ответов. На самом деле вот эти 200 тысяч ответов это огромная ценность. Если мы, условно говоря, за этим прям вот будут очереди стоять и специалистов, потому что это само по себе этот датасет, просто ответы пользователей с какими-то характеристиками полувозраста это уже огромная ценность и огромная ниша для проведения каких-то исследований, написания каких-то диссертаций. У нас в отличие от очень-очень крутых корреляций между компонентами, выделенными в вопросах путем факторного анализа и исходными факторами получилось хорошее, но не такая прям, как в исходном опроснике. Есть такое понимание, что, наверное, немножко там какое-то переобучение что-ли случилось. Все-таки всего лишь 200 ответов было. У нас 200 тысяч. Но тем не менее видно, что из выделенных компонентов, как это, опять же, верификация производства. Вначале просто исследуется, какое количество компонентов имеет смысл выделять. Видно, что идет излом после пятого компонента и дальше уже, в принципе, смысла нет. Берется вот… Понятно, что этот опросник четко соответствует пяти основным компонентам. Но берется шестой компонент для контроля. Дальше смотрим, какой из компонент, выделенных при помощи факторного анализа, коррелирует с исходным фактором. У нас получается, что компонент 3 соответствует фактору 1. Тут при этом надо понимать, что чиселка тут, неважно, она отрицательная или положительная, она должна быть в абсолюте максимальной. Компонент 4 соответствует фактору 2, соответственно, компонент 1 – третьему фактору. Но у нас тут получилась неувязочка. Четвертый компонент, он тоже… Четвертый фактор он тоже влек в первый компонент. Но если посмотреть, рядышком с не очень большим отличием стоит второй компонент, он абсолютно никем не занят. Ну и возможно просто очень сильно… Ну как бы есть некая корреляция между третьим и четвертым фактором, очень большая, и это немножко мешает. То есть что об этом это говорит? Это значит нужно что-то поменять в этих двух факторах. То есть поменять структуру вопроса, понять, что их объединяет между собой и какие формулировки, какие прилагательные из каких групп были неправильно подобраны. Ну и пятый фактор. Он лег в пятую компоненту так ровненько, хорошо. На самом деле, когда мы это все увидели, мы поняли, что вроде как бы у публикации хромова там все вау, там циферки 0.9, а у нас как-то все не очень. Начали смотреть, читать, думали, ну может быть формулировки устарели, может быть их неправильно воспринимает интернет, может быть еще что. Нам вдруг стало все это не нравиться. Но в штате у нас нет психологов, у нас нет людей, которые с этим могут профессионально работать. Все, что мы могли, это взять просто и найти какую-нибудь другую методологию. Мы нашли другую методологию. Грецов. И она нам показалась, во-первых, очень эффективной, потому что там меньшее количество вопросов. Они нам показались более логичные, более интересные. И действительно, пользователи на них очень охотно отвечали. Мы, если там 200 тысяч мы собирали месяца два, то здесь 150 тысяч мы там собрали буквально за один месяц ответов. Но оказалось, что это не big five. Вот ни разу. Хотя он так и назывался. Потому что нормально выделить пять строгих компонент не получилось. Очень сильно коррелируют компоненты между собой. И, собственно, я проскочил тут один файл. На самом деле тоже интересная тема, что когда вы имеете опросник, у вас тут возник интересный вопрос. Хорошо, мы хотим построить классификатор на факторы. А почему бы не построить классификатор на компоненты? Это же логично. Люди на самом деле делятся именно вот так, как выделяют этот факторный анализ. И мы даже попытались эти компоненты интерпретировать. Посмотрели, какие конкретно вопросы лучшим образом влияют на эти факторы, на эти компоненты. И действительно выделили какие-то понятные интерпретируемые темы. Но проблема в том, что мы получаем тогда совершенно другую методологию. То есть это уже не тот big five, который был изначально. Это нужно что-то. Это что-то другое. Возможно, даже очень интересное. Но вот как-то стремно на себе брать ответственность и говорить, что люди на самом деле вот такие. Все-таки хочется участия в том числе и профессионалов из среды психологов. И опять же, никто не отменял, нужен штамп, что методология такая. Хотя на самом деле, и это, наверное, последний пункт, который я вам хотел рассказать, есть идея создать собственный big five. Сравнение различных методик. Хотя нам очень не понравился грецов, но тем не менее он очень неплохо коррелирует. По-разному у них переставлены нумерации факторов. Но корреляция в принципе есть. Что на самом деле говорит о том, что у нас данных на самом деле валом 200 тысяч, 100 тысяч. Но если есть такая проблематика, что нужно как-то их объединить, то в принципе их на самом деле можно пробовать и объединить. Ну или по крайней мере использовать для какой-то кросс-валидации. Точнее, ну как бы один сэмпл как-то с другого. Ну и собственно, как я уже сказал. А, это я вам все про big five рассказывал. Ну понятно, что мы в том числе и MBTI сделали. MBTI у нас было 150 пользователей, big five 200 тысяч пользователей. признаки. Признаки – это кликстрим, признаки – это поведение пользователя в интернете, какие он посещает ресурсы, что он читает, что ему интересно. Профильные данные – это то, что, собственно, мы о нем знаем из социальных сетей. Это как бы то, что оставлено в профиле. Это, опять же, какие-то поведения, группы, на которые человек подписан, какой контент он просматривает в социальных сетях и так далее. Задачей формулировкой изначально стояла, что MBTI – это классификация, big five – это регрессия. Но, на самом деле, мы MBTI тоже сделали регрессионный. Опять же, потому что, ну, чтобы просто посмотреть распределение скоро, было очень интересно сравнить его с тем, какое распределение скоро получается у big five. Моделирование. Ну, использовался их же boost. Это, в общем-то, а вот модель MBTI. На самом деле, у нас там была социальническая анкета, просто она лучше адаптирована к, ну, под, и больше различных вариантов опубликаций. Вот это вот, как бы, так распределение скоро по каждому из факторов. И big five, получилось, видно, что big five значительно точнее получилось. Здесь в качестве измерения точности используется ЖИНИ. Вот еще интересная вещь. Вот этот F4, который у нас подвигался большому сомнению, он еще оказался двурогий на кросс-валидации. И мы, как бы, консультировались со специалистами, вроде сказали, что это нормально. И на самом деле было бы даже идеально, если бы они все были двурогие. Но вот у нас получилось только с F4. Тут тоже, как бы, дальше уже интересная такая информация, какие признаки в каких… Тут, по-моему, на примере MBTI. Extraverse, introverse, но она и там, и там присутствует. Это понятно, что количество друзей в социальных сетях, интерес к спорту, интерес к туризму, интерес к различным активностям. Все это вот отражает человека и характеризует его в этой шкале. Рационалист, эмоциональность, компьютерные игры. Вот почему-то работа и вакансии. Интерес к кредитам, интерес к гаджетам. Ну и на самом деле можно было еще много других ввести признаков, но в каком-то смысле это секрет. Ну и пример использования, предсказания психотипов. Здесь, опять же, мы на самом деле MBTI начали раньше, поэтому у нас больше по нему кейсов. Это пример применения методологии MBTI. На самом деле она тоже, по-моему, была не совсем чистая MBTI, это была соционика. Но, в общем, там на самом деле немного бы разницы. Они очень хорошо мочатся друг с другом. Что было сделано? Были взяты представители различных профессий, художники, программисты, менеджеры. Ну, нам понятно было интересно IT профессии, поэтому здесь менеджеры, IT менеджеры. И художники – это художники, которые, собственно, занимаются разработкой интерфейсов, всяким графическим дизайном и так далее. То есть, опять же, та часть художников, которые работают в IT. И что у нас интересного получилось? Художники. Экстраверсия и инстраверсия не очень определилась, но очень сильная ориентация на… То есть, очень сильно развита интуиция. Они интуиты, вот зелененькие. Тут, опять же, объясняю, как бы показаны вот эти противоположные шкалы и куда от центра входит график. Художники – они интуиты. И у них какие-то вот импульсные решения. Они предпочитают действовать как бы импульсно, не обдуманно. Хотя, в принципе, есть какая-то доля у них рационально взвешенных, рационально взвешенные того, что они думают. Программисты. Программисты – очень четко выраженные интроверты. Они совершенно не интуиты, они сенсорики, они ориентированы на конкретную информацию. Очень ярко выраженный, взвешенный подход. Но при этом абсолютно, ну, как бы они не планируют свои действия. У них вот есть какая-то… А, или наоборот, планируют свои действия. Да, то есть вот такие вот очень строгие ребята. Менеджеры, в отличие от программистов, они экстравертны, но очень эмоциональны. Ну, там других ярких, как бы, показателей у них нет. Что интересно, ну, это как бы так для… Опять же, по фану. Если все это просматривать через соционику, где даются еще какие-то интересные вещи, ну, там, допустим, какая-то жизненная креда, или там такие вот в каждом сегменту определенное некое название, он там Дон Кихот, Наполеон или так далее. И там еще, как я уже говорил, в соционике, в отличие от BTI, очень сильно развило тему взаимоотношения людей между собой, в том числе взаимоотношения полов. Так вот, оказалось, что менеджеры, одни из тип менеджеров, они для художников являются очень хорошей парой. Хотя на самом деле полная им противоположность. Все, спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, то мы готовы. Ух ты. Здравствуйте. Рустам Гумеров, eBay. Михаил, большое спасибо за доклад. Наверное, такой вопрос. Есть мнение, что участие людей, их поведение в интернете сильно отличается от того, как они сериальны в жизни. То есть многие люди говорят так, ну, сами про себя так говорят. Также, если посмотреть, например, по социальным сетям, может быть, у экстраверта совсем небольшое количество людей, а человек, который, наоборот, интроверт наиболее активно общается. Вот вы в рамках этого исследования затрагивали как-то этот вопрос и там получилось ли сматчить эти два момента. Спасибо. Да. Есть четкое понимание, что это действительно так. И это в том числе отражается на распределении с коров. Здесь на самом деле плохо видны чиселки, но пики, они очень сильно скошены. И если мы посмотрим на ту же интровертность F1, то она тоже скошена на экстравертность. Но на самом деле тут понятно, что мы получаем какую-то немножко другую аудиторию, не все абсолютно, но на самом деле это уже вопрос нормализации модели, их какое-то, может быть, перевзвешивание значений. Плюс наша цель сегментировать аудиторию интернета. Поэтому это как бы наша генеральная совокупность, мы на нее нацелены. Поэтому в общем все достаточно хорошо и репрезентативно, и все четко. Привет. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, 150 тысяч человек, которые заполняли анкеты, это что за люди, как проводили сбор данных, как контролировали, или что люди честно отвечают? На самом деле там 150 и 200 тысяч. Вот 200 тысяч на самом деле там заполнило порядка 360, там под 400 тысяч человек. Не все дошли до конца, но многие доходили, потому что была очень хорошая мотивация. Были применены алгоритмы верификации, но опять же там на каких-то рулах, верификации данных, с точки зрения того, что человек просто там проставил все в столбик или там какой-то зигзагом и так далее. Ну то есть по сути были подсчитаны какие-то распределения по каким-то параметрам, там какие-то крайние точки, там высчитаны, там три сигмы, все классика там отброшены. Как это все происходило? У нас есть в этом году запущенный проект, называется он Research Mail.ru. Это по сути исследовательская панель на базе социальных сетей. Разработано приложение, в котором разработана механика проведения опросов. Но есть стандартные опросы в социальных сетях, но они очень сильно ограничены по функциональности. Там даже вот множество вариантов нет, предположим, в ВКонтакте. Мы разработали свое приложение, у нас есть своя группа, у нас есть это приложение. Мы туда через промо-посты под соусом пройдите опрос, получите про себя какие-то знания. Действительно мы потом в конце даем человеку знания, загоняем туда людей. На самом деле это очень популярная тема в социальных сетях. Наверняка почти все из вас так или иначе сталкивались с предложением пройти опрос, чтобы узнать, какой вы герой, в какой стране вы могли бы жить, кто вы там по духу, на кого вы похожи, на какого пикемона вы похожи и так далее. Но это все на самом деле одно и то же. Единственное различие у нас, мы не выводим на один лендинг, то есть мы не уводим социальные сети, мы встроились внутрь социальной сети. На самом деле такое приложение может разработать любой. Это совершенно открытый инструмент, созданный через открытый IP. Понятно, спасибо. И второй вопрос. Вот вы обучили несколько модель классификации аудитории, а вы будете ее где-то использовать или уже применяете в каких-то проектах? Мы сейчас находимся на этапе проверки различных гипотез на формировании каких-то кейсов по применению. Понятное дело, что это будет в первую очередь использоваться в рекламе, это будет использоваться, как я уже говорил, в каких-то рекомендательных системах внутри компании. То есть это все будет использоваться, все, что связано с интернетом, с рекламой, с персонализацией информации, везде это будет использоваться. Спасибо. Давайте еще два вопроса и все. Спасибо за доклад. Хотелось бы задать пару вопросов. Первый вопрос. Правильно ли я понимаю, что у вас был опросник по обычным вопросам? Ну то есть первый вопрос. В чем машин леонинг? То есть сначала вы давали опросник людям, они на него отвечали. И у вас это были, как я понимаю, таргеты будущие. То есть они заполнили анкету и вы получили правильные ответы. Потом вы это сравнивали с тем контентом, который вы могли собрать у них по соцсистям. Тогда второй вопрос, то есть чаще первый вопрос. Какие соцсети вы использовали? И насколько я понимаю, рекламодателям важна не социотип их покупателей, а в первую очередь там соцсдем. У них рекламные компании направлены на определенный пол, определенный возраст, определенную геолокацию. Им не важно, как там человек относится каких продукций, важно, чтобы он ее купил. То есть общались ли вы с реальными рекламодателями, насколько они заинтересованы именно в такой вот таргетированной рекламе? Смотрите, на первый вопрос мы проводим опросы ВКонтакте и Одноклассники. Большую часть данных мы собрали ВКонтакте, потому что мы, собственно, начали с этой социальной сети. И второе, про машин ленинг вы сами себе ответили. Собственно, сбор опросов – это просто получение исходной разметки. Мы ее верифицируем, чистим, проверяем, что она вот за счет факторного анализа, что действительно и вопрос построен правильно. То есть вот эти выбранные факторы – это правильная разметка. А дальше, да, вот я рассказывал кучу фич и машин ленинг для того, чтобы все это распространить на всех пользователей. Что касается рекламодателей, на самом деле, очень давно известно, что позиционирование бренда, позиционирование какого-то продукта происходит не только на основании пола и возраста, но в том числе и на основании какого-то сегмента, к которому относит тот или иной продукт. Есть методологии, я просто не хочу сейчас о них говорить, потому что это не совсем правильно. Есть методологии сегментирования, они тоже там построены на базе You, в общем там все штампы нужные стоят, которые проводят глубинное интервью, фокус-группы, собирают людей, смотрят на их реакцию. И всю рекламу, которую вы видите, или почти все, или большинство этой рекламы, оно на самом деле ориентировано на определенный психотип рекламы, именно подачи рекламы. Возможно, рекламодателю не нужно, чтобы его покупали только 1,16 сегмента населения, но ему нужно правильно для этой 1,16 сделать подачу, выбрать нужный цвет, выбрать нужную ракурс. Ну, например, простой пример. Вы продаете туры в Турцию, вы экстраверту показываете бассейны кучи народу, тусовки, бары, и там люди все хэппи там танцуют, у них активности. Вы интроверту показываете пустые пляжи, деревья, песочек, море. Все. И те, и другие ваши. Последний короткий вопрос. Да, спасибо за доклад. Один только вот короткий вопрос. Это то, использовали ли вы только вот бустинг и машин обучение, или вот брали какую-то граничную выборку и проверяли, например, классическим фактором анализом. Потому что мне кажется, что когда вы упоминали про работу исследователя, у которого было 200 человек, и были высокие оценки, скорее всего он использовал распространенные в социологии, и психологии классические факторы на анализ. Там с поворотой модели в Arimax, Promax, которые реально дают такие эффективные значения. Использовался факторный анализ для, собственно, проверки самой анкеты. Для обучающей модели мы используем, ну мы применяем много различных, когда строим модель на основании огромного количества фич, а не только на результатах опроса. Понятно, что мы опрос не знаем, как люди отвечают. Мы использовали, используем разные подходы и Random Forest, и логистическую регрессию. Но вот сейчас выиграл в неком конкурсе алгоритмов XGBoost. Возможно, это еще связано с тем, что мы сейчас стали применять подходы с использованием различных типов фич, и XGBoost как-то с этим хорошо справляется. Там есть проблемы с размерностью, но мы их тоже как-то научились решать. Спасибо. Спасибо большое за доклад, Михаил. Спасибо.